Привет, друзья! С вами Макс. Как и обещал, решил сделать видео по модернизации Ender A3, а именно установки второй оси Z на наш Ender. Для этого я напечатал некоторые компоненты на 3D-принтере и купил недостающий элемент. Для установки оси Z нам понадобятся следующие компоненты. Два подшипника 608, 22х8х7, вот такой вот резьбовой вал T8 длиной 400 мм. Специальные фиксаторы для нашего вала T8. Я их купил комплект, но нужно там несколько штук всего лишь. Две муфты 20-й серии с фиксатором под диаметр 8 мм для нашего вала T8. Вот такой вот замкнутый ремень GT2. Ну и самый главный компонент из Китая, это вот такая вот каретка уже готовая в металле, очень качественная для принтера CR10 к реалити. Все отверстия на месте, поэтому никаких перекосов не будет. То есть каретка от CR10 отлично подходит для Ender A3. Многие могут спросить, почему я не напечатал вот такую вот каретку. Дело в том, что пластиковая каретка имеет меньшую жесткость, чем металл. Это логично. При этом пластиковую каретку пришлось бы делать толщиной где-то порядка 15 мм. А это достаточно большие габариты. Так как у нас здесь стоит вал на расстоянии всего лишь 10 мм, соответственно нам бы просто не хватило толщины. Поэтому я решил поступить правильно и купил надежную, качественную проверенную вещь. Сюда я, видите, уже вкрутил втулочку, ее тоже нужно будет прикупить. Ну и последний компонент, который нужно купить в Китае, вот такие вот специальные втулочки. Которые ставятся на ролике OpenBIOS на нашем Ender. При разборке каретки их всего лишь 2. Нам нужно, чтобы их было 5. Видите, я 2 штучки нашел в закромах, но одной у меня нет. Поэтому я поступил очень просто. Я взял 2 гаечки М6 и 1 гаечку сточил. В итоге по высоте у меня получается та же самая втулка. 84 мм высота такой сборки, как и самой втулки. В программе Autodesk Inventor я спроектирую вот такие вот держатели осей Z и распечатал на 3D принтере. Сюда мы вставляем наш 22 мм подшипник. Усадку я просчитал достаточно хорошо, так как это ABS, поэтому оно очень плотненько заходит. Для фиксации на нашем принтере мы будем использовать вот такие вот Т-образные гайки 20 серии и болты с круглой головкой М4-12. Также для сборки нам понадобятся болты М5 длиной 40 мм, так как штатные болты слишком короткие. Они рассчитаны всего лишь на одну втулку. Для натяжения нашего замкнутого ремня GT2 мы будем использовать специальный натяжитель, который я также разработал в Autodesk Inventor. Сюда нам понадобится болт с резьбой М5 длиной 35 мм. На него накрутил 2 гаечки М5, чтобы приподнять немножко вот этот вот шкив с внутренним подшипником под 5 мм. Это сделано было для того, чтобы наши все шкивы были на одном уровне. Также обратите внимание, что здесь я сделал также пазы, благодаря чему мы можем регулировать натяжение. Ну что, друзья, теперь соберем нашу раму. Ну что, друзья, мы почти собрали нашу раму, теперь можно ее установить на 3D принтер. Чтобы снять эту каретку, мне пришлось отсоединить рельсу. Заводим нашу каретку и вставляем ролик OpenBuilds. Прикрутили мы каретку, но видите, каретка у нас сама по себе не двигается. Значит, берем ключик и здесь у нас есть регулировочная гаечка, которую мы подкручиваем. Проверяем, каретка двигается свободно, это хорошо. Теперь берем вот этот ролик OpenBuilds и на одном месте пытаемся его прокрутить. Если он прокручивается с таким небольшим усилием, это отлично. Он не должен быть чересчур поджат, чтобы невозможно было прокрутить. И не должен легко крутиться. То есть с небольшим таким вот усилием. Сейчас мы установим наши фиксаторы ACZ на наш принтер. При установке обязательно следите, чтобы вал у нас был четко по центру отверстия. Чтобы его нигде не поджало. Иначе у вас начнут происходить закосывания ACZ. При установке наших фиксаторов каретку ACZ лучше поднять практически до максимума. Чтобы не было никаких колебаний нашего вала. Тогда вы сможете идеально правильно выставить. Итак, зафиксируем нашу площадку. Обратите внимание на вот эти вот пазы специальные. Благодаря которым мы можем регулировать во все стороны нашу площадочку. В отличие от китайских вариантов, где ставится в торец. Соответственно, вперед-назад регулировки нет. Такую же манипуляцию производим и со вторым валом. Вставили в каретку наш вал. Теперь берем наш фиксатор. Одеваем его. После чего одеваем площадку. И сразу устанавливаем наш киф. Прежде чем мы зафиксируем нашу площадку, нужно выставить зазоры. Чтобы наша ось Z была идеально параллельна нашему профилю. Это очень важно. Для натяжения нашего замкнутого ремня установим натяжитель. А теперь давайте оденем наш замкнутый ремень. К сожалению, длины данного замкнутого ремня нам недостаточно. Я немножко ошибся и заказал ремень 2GT610. А надо было 650. Я уже перезаказал новый, но чтобы не тратить время, сделал свой. Видите, насколько длиннее мой ремень. Его длина 650 мм. Я взял вот такой вот обычный ремень и склеил его между собой. Обратите внимание на место склейки. Сделал я достаточно качественно, очень точно. Поэтому проблем с ремнем не будет. И он не разорвется. Для склейки я сделал себе вот такой вот шаблон. Если вам интересно, я могу рассказать в следующем видео, как это сделать правильно и качественно. А теперь давайте установим наш ремень на 3D принтер. Он достаточно плотненько заходит. Теперь остается нам только его натянуть. Проверяем натяжение. Отлично. Благодаря такой модернизации мы получили очень стабильную, надежную ось X. Теперь она не гуляет. На нее можно вешать достаточно большие веса. Если давить сильно рукой, максимум отклонения 5 соток. Это очень мало. Давайте поставим сюда вот такую 400-дромовую баночку. Как вы видите, отклонение максимум 1 сотку. Отправляем принтер домой. Видите, опускается он по оси Z. Все работает великолепно. Моторчик работает отлично. Нигде ничего не закусывает. Просто супер. Весь этот комплект обойдется вам в 20 долларов. Это недорого. В Китае продается аналогичный комплект. Но его минус в том, что, во-первых, очень много нареканий на сами валы. Они неровные попадаются. Есть проблемы с ремнями GT2, которые неправильно просчитаны на размер. У китайского образца эти плашки не становятся поверх профиля. Они становятся в торец. Соответственно, регулировать их нельзя. И стоимость китайского набора 35 баксов. Ребят, 35 долларов. Зачем переплачивать? За 20 долларов вы соберете просто замечательную вещь, которая будет радовать и делать вам просто идеальную, качественную и, самое главное, стабильную печать. 3D-модель данного комплекта выложу под видео в описании. Каждый сможет себе скачать, распечатать и пользоваться. Также будут ссылочки на качественные комплектующие, которые я озвучил. И рекомендую их брать именно в этом магазине, потому что я их лично проверил. Они действительно работают великолепно. С вами был Макс. До новых встреч. Пока, друзья.